Осталось только понять, за кем закончился сайт-пик на карте Инферно. Третье решающее. Посмотрели мы с вами оверпасс. Забыли поздравить команду Virtus.pro с первой взятой картой в рамках ESL Pro League. Это их реально первая карта в серии B3. Может быть, сейчас оформят вторую. По статистике там пробежался ОГ реально ужасный оверпасс. Но они его были согласны играть, а значит, он у них в процессе. Ну, теперь парни, скорее всего, из ОГЭ точно знают, над чем надо работать. Вопрос только к половине, к первой половине. Кому какая-то страна досталась на третьей карте, я бы уже хотел посмотреть. Не знаю, как там игроки, ведь они же уже готовы. Ну что же, друзья, киберспорт нон-стоп продолжается. Работаем в студии специально для вас. Стараемся во все эти карантинные дни, чтобы вы ничего не пропустили. И получили вот хорошую порцию позитивных эмоций. Опять же, вот просматриваем Майнкаст. И, конечно же, замечательные матчи ESL Pro League. И, в общем-то, друзья, третья карта вот так вот. Вот, если честно, ты этого матча много не ждал. Вот изначально шел на эту встречу, понимая, что вот, когда нету шанса выйти дальше, все это изначально звучит как-то вот мрачненько. Но парни сегодня подарили нам интригу на первой карте. Но они создадут интригу в группе просто, в принципе. Вот, опять же, Серега рассказал об этих всех вещах, которые могут произойти в группе. Ну и, собственно говоря, мы придем к тому, что, может быть, Virtus.pro посеет хаос в рядах всех остальных коллективов. А, может быть, и нет. Кто его знает. И для себя надо выиграть, знаешь. Ну, одну карту выиграли для себя. Так, какое-то сообщение. Ну, BO3 было бы неплохо. Какое-то сообщение пришло, но его сразу удалил наш бот. Да, я видел, что меня там отметили. Но, наверное, опять уволен. Написали. Так. Ты чувствуешь? Пока не очень. Пахнет перспективой. Перспективой остаться без работы. Ладно, карантин продолжается. И, судя по всему, у третьей карты тоже карантин. Ну что ж, друзья. После Inferno наши студии-аналитики, конечно же, продолжат работать. Буквально нужно будет закончить карту, которую мы с вами сейчас посмотрим. И уже переключаться быстренько на следующую BO3-встречу. Фурия готовится вместе с Патрулем. Показать нам не менее интересную напряженную каточку в своих группах. И, знаете, там тоже может быть все очень люто. Там просто статистика у Virtus. Прошекарная на карте Inferno. Давай. Вот давай с трех попыток. Сколько карт они сыграли на Inferno в этом году? Одну. Ну, даже можем... Сколько карт, окей. Сколько карт в истории? Одну? Да. А ну-ка, результат. Ну, там нету результата. Там просто одна карта, винрейт не показывается на одной карте. Ну, скорее всего, они его проиграли. В нее зайти. Ну, да. Ну, если там нет винрейта, как бы тут в нее не зайти. Ну, либо выиграна, либо проиграна там была. Там тоже непонятно. Ну, если проиграна, то статистики нет. Как бы, скорее всего, примерно так. Хотя, может быть, если бы... Проиграна, да. Она проиграна. И проиграна с таким... Она еще проиграна на Дримхаке. Ой. Бегам. Ой. Со счетом восемь. Восемь они взяли у бегов. Как там третья карта, уважаемые? Расскажите нам, она начинается или мы... Что мы делаем? С бегами там на Inferno всегда возникают, вы знаете, проблемы. Ну, и вот-вот мы зайдем на карту, друзья. Ну, наконец-то стартует. Ох, поехали, друзья. Уже пистолеточка в полном разгаре. Итак, что у нас? Двое контролят вторую длину, двое в яме, один на банане. Сейчас УВП. Они начинают за атаку. И посмотрите, какой хелпа-раунд у ООГ. Трое в хелпе стояли. Буквально один игрок был на А. Это был НБК. И вот сейчас уже, ребята, получив информацию, делятся 3-2 и уходят в глухую оборону. Ну, как для пистолетного раунда, это может быть опасно для защиты. Но посмотрим. Ну, что-то крайне коварное у Виртус Про. Никого не нашли в доме, ковры заняли, бомбы полтора. Если это выход с ковров, то можно уже писать удачу, потому что... Их ждут. Три человека. Ну, помимо того, что их ждут, тут все будет зависеть от того, как гранаты сработают. Если с дымами и флешками все будет в порядке, то шансы вскрыть даже вот такую глухую оборону всегда остаются. Но насколько серьезно будет эта атака, сейчас увидим. Полетел коктейль. Да, выкуривают НБК. Но вообще парень без печали просто. У него еще один десантец играет. Двадцатка. Три в три размены. В планете Иса. Иса очень опасно сыграл. Едва не стал жертвой своих соперников. Но выиграл и время, и позицию, правда... Его жмут, там смог лежит. Да, халпа не может войти в смог. Но уже пора залетать, парни. Иса должен сказать, залетите в смог, ребята. Какой-то перепуганный размен в исполнении Исы. И в итоге Вальдемар подрезает бустер. Остается один в живых кикер. Один фраг у него есть. И против него работает парочка игроков обороны. Причем оба с одной стороны. И красиво. Просто красиво, изящно. Парное взаимодействие. И кикеры-то задавили реально количеством. 1-0. OG выиграли раунд. Вот я думал, после смерти Иса все поменяется. И ОГ переустроится. Но они продолжили, и раунд закрыт. А в итоге вот фраг от Исы стал ключевым в этом пистолетном раунде. Он удержал плент. 1,5 на OG. 2,51 на Virtus.pro. Друзья, на третьей решающей карте. Дает коэффициенты наш партнер трансляции GG Bet. Ну и, конечно же, сейчас все-таки... Ну, тут с деглами, да, можно сказать, с одним деглом полный экономически, грубо говоря, будет разыгрывать команда Virtus.pro. Ну, а мы вам можем сказать, друзья, одно. Болеть нужно за любимую команду, а не простудой или гриппом. В этом вам поможет противовирусный препарат KG-Cell. KG-Cell болей правильно, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Так, это что? Это косплей на Карлсона, там сейчас на крышу. Хочу, говорит, жить на крыше. Ты видел? Пытались, но не вышло Virtus.pro нам это показать. Опять нам об сервер показывает игроков на центре. Ну, ничего ровным счетом не происходит в этом раунде. ВП как традиционным для себя образом умудряются максимально тихо провести начало раунда и где-то на минуте тайминга вот мы видим попытку выхода на банан, но... Алексей Би получил. Тут уже, несмотря на... Ну, он и получил, но при этом он попал, собрал информацию, призвал второго тиммейта и... Есть полное понимание, что там пистолеты и ребята используют четыре МПшки в этом раунде. Попытка захвата базы Б не самая приятная. Ну, вернее, банана для ребят из Virtus.pro. Их оттуда прогнали, выходят на центр. Здесь также агрессивно действует оборона, как и действовало в течение всего раунда, и не дает буквально даже выдохнуть. То есть ребята заперты и в расчете только на неаккуратность со стороны оппонента, какую-то недальновидность. А счет на Диггл вот единственный, который там в руках Джейма. Сейчас хоть что-то может тут перевернуть, там, возможно, выбить какую-то МПшку. И то тут нужно реально пара-тройка фэкшотов от мистера Джейма, чтобы хоть как-то здесь помочь своей команде. Он падает, падает и его тиммейт, светится бомба. И легчайшая для OG без потерь. Но вот в следующем раунде будут проблемы. Четыре фармгана, фамос, и как бы вот с этим нужно будет разыгрывать против СГшки, Галилов и Калашей. Это, конечно, интересная ситуация. Ну, видимо, будет какой-нибудь агрессивный банан сейчас, там, поджим дома. Но, в общем-то, агрессия должна быть во всем фронтам и OG. Я не знаю, как они с такими вот пушками сейчас уйдут в глухую оборону. Ну, на бетам еще хоть как-то можно, но аплент желательно не подпускать. Хотя тоже можно, если честно, но... 4Б, вот так вот. 4Б, ой-ой-ой, да, ну, хорошо. Посмотрим, чем это закончится. Кикерт на яме. Видит сейчас все эти гранаты. Еще одну ловит, но не особо сильную. Манту дал смог на коврах. Кикерт на бревнах. Тут повторная волна выбивания пошла. Дуги прогнали ближнюю позицию. Хаена дрова. Ну, и атака в ответ очень круто сейчас отыгрывает. Тоже Молотов на машину. И в итоге вот эти две позиции, которые играют близко, сейчас могут стать очень-очень болезненной точкой для OG. Кикерт выключает первого, знает, что второй... Ага. Теперь точно знает, что второй, скорее всего, в КТ. Мог занять кафель и начинаются прострелы. Бустер. Вместе с Кикертом, да, тут нашивают неплохо. Еще один пропрыгнул, его слышали. Теперь уже это НБК. Молотов, 4Б в начале раунда. Теперь ситуация вообще 2 в 4. И два игрока обороны на базе Б пытаются как-то с его отыграть. Откидывают смог, но очень даже зря. Лучше бы попытались запустить соперника и что-то поменять в раунде. В итоге теперь ВП совершенно спокойно выйдет на пустой аплайн. И два игрока обороны в лучшем случае сохранят свое оружие. В худшем случае тоже сохранят свое оружие. Но, может быть, не все. Но в итоге вот под эти формилки раунд так и не придумали. OG все как-то в непозициях оказались. Так а зачем идти вчетвером на банан и не занимать его? Просто что-то выкинули, постояли, потанцевали. Тусовка, тусовка, здравствуйте. И говорит, тут кикер сидит такой, говорит, а что вы? Парни, погодите. Вы в начале раунда занимали банан. Почему вы только сейчас на меня прыгаете? Да, да, да. Первый минус вообще был простейший для атаки. И вот тут все понятно. Типичная закупка в третьем для атаки. Формилки в руках обороны. Ничего они не смогли сделать. Ну ладно, дубль-два для OG. Для Virtus.pro это первый раунд за атаку. Очень быстро они его получают, потеряв всего лишь одного игрока. В общем-то все очень даже хорошо для ребят. Ну и ждем окончания раунда. Сейв от Иса и Иван. Калаш все-таки утащили в следующий раунд. Конечно, никто не идет их поджимать. Ну а мы продолжаем смотреть за очень напряженным матчем. Вот первый BO3, который могут выиграть ВП в этой группе. Возможно, мы с вами смотрим прямо сейчас. Ну, либо OG не допустит этого и одержит четвертую победу. Вот он, этот самый entry kill простейший. Дальше второго там нашили в смоках. Третьего услышали в смоках. Там размин, по-моему, по NBK был. Ну и все это выглядело очень просто для атаки. Вообще, простейший раунд, изи. Ну и в общем смотрим, действительно, что же придумают дальше. АВП, ДНК докупаются, Вальдемар с Фамосом. Ну и тут уже, конечно, посерьезнее. Закупочка будет у обороны. Ну и смотрим, что у нас. Вновь война на банане. Молотов, Хаешка, флешка, Хаешка от защиты. Ну и разбежались команды. Ну и дальний смок от защиты. Но Джейм пытается не отпустить полностью позицию. И драки продолжаются. Еще Молик, еще Хаешка, еще флешка, ретейк от Virtus.pro. И получается, получается... Ну прогнали Alexi B, по идее, только. Но потратили, в принципе, немного гранат. У них, правда, один коктейль остался. И вот как раз этот коктейль... А, вот так вот OG решили. Ну это гибкость, да. Смотрите, снайпера отправили на B. Просто поменялись позициями. Алекси останется. И в Скаупе будет проходить сейчас манту на позицию Сити. Это, соответственно, даст ему небольшой перевес, но... Увидел, не попал. Ну то, что его не слышали, это круто. Но то, что он не убил, это уже, да, это уже... Для Virtus.pro это выглядит как возможный выход на базу B. Вот на позднем тайминге. На чуть более позднем, как мы видим. Да, они играют в летяжку. Удобность в чем? В том, что снайпер играл Сити. Он может быть на... Все. Снайпер на гробах считается. Выпад вблизь от Вальдемара. Его душат уже. Его душат. Понимаешь, скорее всего, В1. Ну, может, сейчас как-то проявит Таим. Там B1, B2 проверили. Проверка тройки. Джейм. Вот так вот. Ну, левого руля давать умеем. Видел бокс, но... Чрезмерно быстро открылся. И в итоге Адрен его забирает. 3 в 3. Ситуация атаки на базе B. Установка бомбы произойдет. Санжар. Важнейший момент. И банан падает у игроков обороны. 2 в 3. Меньшинство у ребят из команды OG. И шансов на дитейк мало. Да, гранат нет еще вдобавок. Лучше уйти. Да, уже уходит Иса потихонечку. Чтобы их хотя бы в спину не закрыли. Ну, и остается NBK на подрезание девайсов. Вот его как раз могут сейчас проверить, не отпустить. В принципе, атака осознает, что там по возможности надо кровь из носа, но ребят забрать. Так, здесь решил Кикерт не резать своего оппонента. И Иса в итоге сохранит Калашников. Но этот точно должен сохранить. Второй раунд подряд для команды Virtus.pro. Ну, вот теперь уже с деньгами тут однозначно проблема у команды OG. Ну, кстати, OG здесь немножко в неудобном положении на этой карте. Так как по статистике мы с вами посмотрели. Да, у них одно Inferno было отыграно. И то в январе там, наверное, вообще там на DreamHack'е. Ну, Virtus.pro. И подготовиться к этому коллективу, возможно, было сложнее, чем на любую другую карту. Но Overpass мы с вами оценили. Там просто OG, может, его и играют, но у них вообще никакой атаки не было. А вот тут, возможно, Virtus.pro для них реально такая темная лошадь, которая будет тебя переезжать из раунда в раунд. Ну, посмотрим. Пока Банан выигрывает Virtus.pro вот эти последние раунды, что позволяет им, в общем-то, выиграть и раунды, в общем-то, в этом матче. Да, ну и оборона там тоже свои старания нам демонстрировала, но это выбивание Банана второй волной через паузу, оно как-то пока не сулит приятных результатов. Ну, смотри, мысу сейчас пробуют тут реализовать на Банане. Сразу ему в кафель залетает коктейль, флешка в ответ, попытка подловить соперника. Сам подгорел до 44-х. Если бы еще граната летела, он бы уже погибал, но Virtus.pro... Перетяжка уже, да, выходит на центр карты. Имидж атаки под Б создали, теперь начинают играть под А, но тут много непроверенного пространства, поэтому этой информации придется сейчас включать правую руку на полную катушку. Игрокам, которые правой рукой держат мышку, выход на ковры. Не проверим. О, предкикер, предвторой, сейчас еще одного заберут. Да ладно, ну как так? В итоге два хэдшот с Юспа от Манту берет СГ, минус ковры, третьего забирает, два в одного остается Джейм. И это либо Джейм тайм, либо улетай. Как-то так. Не проверяет Плэнт, но его это не беспокоит, бомба устанавливается немного кривовато. Ну и спасает ситуацию то, что у одного из соперников Юспи, а минусует эту ситуацию то, что у Исы Калашников он уже успел пройти на ковры. Позиция не считается. Как же Манту не выроверили в больших, вот второго, там кто-то кикер, по-моему, пропрыгивал и просто все посмотрел. Одного пикселя, Иса минус Джейм. Вот так вот. И это 3-2, друзья. Недолго музыка играла. Недолго кикер проверял. У Манту правая рука качала. По голове всем попадал. Не, ну три минуса с Юспа это, по-моему. Нет, два с Юспа и один с СГ. Ну вот смотрите, повтор. Это фиаско. Вот, вот, бустер дает минус. Вот прыгает кикер. Раз. Второй спиной стоит. Сколько пинку Манту и сколько пинку остальных игроков, вот мне интересно. Непонятно. Только в демке можно посмотреть. Ну что ж, друзья. Подарок, я считаю, этот раунд от Virtus.pro. Знали они все. Там один девайс, пистолеты и просто вот одна позиция так фатально сыграла. Злую шутку с Медведем. Смотрим за продолжением. Бай от одной второй команды. 3б играет защита. И решили поагрессивнее. На этот раз Молик дрова, Молик за стеночку. А там тройка, смотри. Да-да-да. Хе за спину. Но это три небелых коня однозначные. Кикерт их уже напугал своим присутствием. Там снова перетасовка пошла по инфе. Раскинули флешки опять. Но открываться не стали на банан. Принято решение поменять позиции. Потому что игрок атаки уже все это дело, скорее всего, видел. И ВП могли догадаться об укреплении. Все три смака, которые остались у защиты, находятся сейчас на точке B. Короче, на B точно не выйти. Вот один из них сейчас применили. Еще два. То есть, ну, тут только в 20 секунд выйдешь, наверное, на B-Plant. Ну, если, да, номер 5 накинул. Остается у Алекси Би, у Вальдемара, у опорников. Смаки. Все, B это отмена. Будет очень сложная ситуация. Вот, либо раньше тут все решится. Смок под лонг. Манту уже будет играть аккуратно. Занимается центр команды Virtus.pro. И по-прежнему они вот пытаются развести эту оборону. Да, выход будет на B. Но, как я и говорил, там еще есть два дыма. Если на этих смаках не ошибается оборона, то атаки уже будет трудно выходить. Ну, вот как раз и никого не будет. Там сейчас ни в тупике, ни на тройке. Не, ну это не важно, будет там или нет. Пошел смок. Коктейли тебе просто обеспечивают примерное понимание позиции соперника. То есть, ты можешь с фокусом выйти. А будет он работать или нет, это абсолютно не важно. Вот теперь важно, как сориентируются. Но, судя по всему, вообще не сориентировались парни. И ВП получает ультра-дэмэдж вообще на заходе. Нормально. Ликс Битом отвалился. И бомба ставится, судя по всему. Или нет? Ну, установка. Да, установка планируется. Я не знаю, как Манту здесь ушел. Но это было филигранно. Буквально в последнюю секунду скрылся из-под пристала соперника. Если бы он принял решение отстреливать плент, он мог это сделать. Манту минус троечка. Вот так вот Адре наскормили. Идет Манту с гробов. Джейм играет тройка. Два в одного сразу. Но у НБК здесь нет просто гранат. Да, нужно всех перестреливать. Пропрыг на гробы. Хороший минус. Ну и пошел. И игра один на один. Ну, есть дефюс кильты. Знает, как стоит бомба. Открывается на своего соперника. Вернее, соперник на него. Прострел. Джейм. Ну. Ах, Джейм шикарно отыгрывает эту дуэль. И он, БК, просто... Не залетает. Да, не залетает. Фантастически. Ну, количество хп Джейма здесь спасало в ситуации. НБК его, скорее всего, заберет. И они оба взрываются в итоге. Ну, знаешь, очень жестко, на самом деле, закончился этот раунд. И вот, Джейм, честно, имели шансы выбить. Да, и вот смотрите, что делать. Там по минимуму сейчас под ноль, точнее, вновь закупается команда Virtus.pro. Ну, что можно посоветовать команде, которая втроем встречает базу B, играя в большинстве суммарно по карте, и получает вот такой вот, я не знаю, супер урон просто. Самый неподходящий момент. Олег Сиби классно выключили. Это, конечно, очень жестко зарешало в этом раунде. Ну, и все-таки переворот на точке тоже произошел от ВП. 3-3. Ну, тут экономически все-таки решили паузу взять ОВДжи. Вот сейчас рисковать, не рисковать. Но, судя по идее, не должны рисковать. Ну, вот 52% побед в раунде после первого фрага, когда его находят. Ну, это... Плохая статистика. Ну, да, 52% это мало. То есть, в теории, там, 60-70% можно было бы увидеть и... Это норма, там, 75%. Ну, как-то так, да. Ну, на самом деле... Помнишь этот оверпасс первый игровой день, когда они 4 в 5, там, штук 5 отдали. И вообще, друзья, и Вертига, посмотрите, вот, опять же, напомню вам, там, один из наших аналитиков в деф, он сделал разбор, он есть на ютубе, на его канале, там подробно, как бы, описано, что Virtus.pro хотели, а что в итоге получили. Ну, и ОВДжи рискует, закупаются на все деньги и начинают этот раунд в центре киллапа. Отсадка Ис. Манту подстраховал центр карты и уже 5 в 3. Ну, вообще, вся троица сыграла очень красиво. Манту... Подарил шансы ВП. Перестарался, на самом деле. Дальше выход с ковров, выход с бойлера. Бойлер падает, НБК наказал Джейма, последний в живых, Санжи. И Virtus.pro с этим раундом очень быстро прощаются. Как-то, что, против думали, что Эко? Вы подозревали, что... Не, ну, они думали, что там не будет вот такой плотного закупа, но... А может, просто рассчитывали, знаешь, застать врасплох, удивить. Думали, что там будет какой-нибудь стэк на Б, потому что с базой Б проблемы прослеживаются вот в течение всех раундов, которые мы посмотрели. Хотели сыграть быстро ковры, а тут... А тут вся команда еще, и вдобавок ко всему еще ее раздают. И Снайпер сыграл, короче... Четкий кол от OG, отличный раунд, сыгран ребятами. И, да, в раунд в раунд идет пока что игра на третьей карте. Также никто далеко особо не отрывается. Четвертый раунд для OG, ну, либо какой-то суперский клатч для Санжи. Ну, давайте посмотрим, пойдет играть сейчас Банан. Ну, и в теории, на самом-то деле, если он сейчас пройдет точку Б каким-то чудом, там, вырубит игрока там на гробах, здесь дым закроется от номера 4, там не попадет под АВП, еще можно 1-2 остаться. Но это, конечно, при идеальном стечении обстоятельств. Ну, а пока что мы видим, просто принимается решение никуда не идти. И оставить СГшку в следующий раунд, возможно, она хоть чем-то поможет. Ну, Санжи, если что, да, с фармилкой побегает, это как бы не такая страшная для него ситуация. Ну, в общем-то, раунд неприятный для команды Virtus.pro. Согласитесь, немного поспешили вновь и вновь что-то подарили своим соперникам. А это уже второй раз здесь в первой половине. На третьей решающей карте нам напоминают режиссеры эфира счет в правом верхнем углу первой и второй карты. И, в принципе, уже на двух все могли завершить ребята из Virtus.pro, вот используя свой единственный маппоинт на втором дасте при счете 15-14. Если бы тогда закрыли, мы бы уже с вами здесь и не находились на карте Инферно. Но это КС, играй до конца. Ну, кстати, да, вот и первая карта, она бросается как бы результатом в глаза. Потому что, возможно, мы бы и не смотрели третью. Вот я задумываюсь об этом, но что поделать. Надавили в нужный момент, забрав первую. У нас пока что выбит банан, но Кикерт, посмотрите, как сыграл. Увидел бревна, вернее, услышал и выбил капитана OG. С этой позиции размен. Да, дальше АВП и, к сожалению, Кикерт, пытавшийся занять банан, попадает именно на этого снайпера. Virtus.pro остаются втроем на банане, два человека. У OG все еще контролируют базу, а мид играется на чек, поэтому там все в порядке. И двойка на B. Ну, именно сюда, скорее всего, пойдут. ВП удивлять, аккуратно занимается. Ну, знают, что АВИК, да, его нужно как-то пройти. И вот все, теперь понимают, что это был не АВП. Какой тайминг для Адрона неудобный после этой гранаты, все испортило. Мог он, на самом деле, постреляться здесь и даже, возможно, бы перестрелял. Так, ну а здесь уже АВИК закрывает все, к сожалению. Вот именно если в тот момент бы смогли, ребята, найти... Ну, при фаере от Джейма. Слушай, Джейм знает, как с снайпером против снайпера играть. Ну, вот что скажет сейчас Вальдемар. Это уже все пропустил бомбера. Там, кстати, так мало ХП было у бустера на волосочке. Ну, у него теперь АВП в руках и... Ну, Джейм красавчик, да, Редшан своей команде. Плохие позиции. Жестко вскрыл снайпера и в меньшинстве на него обиде. Да, АВП вот Владимир выиграл агрессивно, а теперь он остается 1 в 3 и нужно вращаться, а это не Джейм. Ну, да, первый его забирает и здесь сразу же шел на шифте Вальдемар, поэтому все быстро заканчивается. Вот позицию бы Джеймуса ВП за троечку и непонятно чем бы закончилось. Он там может стройки раскрутить и не такое уже исполнял. Да, ну мы же всегда говорим, что вот снайпер в меньшинстве на Инферно, ну, все всегда так обычно и делают. Он играет агрессивно, он как раз вот еще пока защита подходит под точку, уже либо сравнивает количество игроков, либо вообще там переигрывают всех, ну, либо, конечно, получается первый раунд заканчивается, но здесь вот просто поменялись бы позициями, ребята, либо просто девайсами, ну, позициями, конечно, это ничего не подарило бы. Хотя, ну, бустер за тройкой, он тоже вторым снайпером умеет работать, умеет, в общем-то, с авика наваливать. Ладно, еще один шанс реализован ребятами с команды OG, но экономика их по-прежнему на волоске. Один успешный момент для Virtus.pro вот сейчас, и это выход на 5-5. Ну, бустер горит. Ох, как обидно сейчас бустеру. Теперь Адран горит. И вторым... Что вы делаете, ребята, это же бай. Какое-то сжигание медведей сейчас произошло. Внезапное. Само возгорание. Да, вот именно само возгорание. Не, ну, с бустером я понял, Адран мог не разменивать, видимо, подумав, что там позиция будет у соперника неприятная. Там, на самом деле, хп, посмотрите, сколько осталось мало. Но бустер мог этот минус спокойно оформить, если бы не коктейль. Коктейль не тушили. В итоге Virtus.pro со старта девятого раунда остаются втроем, и никто никуда не выходит. Все контролируют любой поджим. На ТВП часто видели уже этот 3B, но, к сожалению, там сыграть быстро на точку А... Трехочковая залетела коллекция. Неплохой, неплохой момент. А это, кстати, момент, который может позволить 3 в 1 атаковать базу B. Там, правда, Вальдемар, но это нисколько не смущает Virtus. Как, видимо, они... Так, троечка молотов, сети дым. Все достаточно эффективно выглядит. Манту пришел с флешками, он накинет. Еще и дым на гробы, и не играет Вальдемар. Не было флешек для Вальда. Манту мог накинуть, но почему-то... Не дал ни одну, да. Да, не дал ни одну. Но, видимо, они не были готовы. И не просил, видимо, Вальдемар, раз снайпер, ему не накинул. Хотя, нет, он вроде бы успел подбежать. Но он остался в дыму и лез на гроб. Да, было бы логично попросить флеш. Тем более, тиммейт был близко. Ну и для обороны это значит, что выбивание 3 в 3. Но это не самое плохое, что может быть. Шансы хорошие на это выбивание. Но вот тут есть момент, что дым сейчас испортит, возможно, весь воздух вообще в этом раунде ребятам из команды OG. И они просто его отменят, потому что уже есть минус пользы Кикерта. И все, да, два игрока просто уходят спокойно. Ну, пытаются уйти. А вот спокойно или нет, сейчас посмотрим. Ну, на самом деле, они сами себе дым дали, чтобы выбить. Но по итогу не пошли. А соперник как раз этим дымом воспользовался даже больше, чем сами OG. И в итоге 5-4 в ВП шикарно доигрывают концовку девятого раунда. И несмотря на то, что они были в меньшинстве со старта, они умудрились взять в меньшинстве и даже очень уверенно. Конечно, Кикерта просто шикарная. Зачем Красного на банане оставили, неясно. И за счет этой гранаты вообще все и получилось. Несколько раундов назад они Красного игрока всегда меняли, отдавали там авик, да, и меняли роль. Но в этом раунде именно Красного оставили чекать банан. Шикарный раунд. Это смешно, конечно. С какой-то стороны смешно, с другой стороны, может, это какое-то дело в коммуникации. Может, он сказал, что он уверен в себе и все. Так, ну и в конце, знаешь, дали смог на банан. Вот если бы выходили с главки, реально могли выиграть раунд. Пока там вся эта подсадка была в смоках, убить одного на планете и уже остаться в большинстве против двух на банане, которые стоят за развеющимся смоком. Но, опять же, получилось совершенно по-другому. Опять же, простейшая ситуация для команды Virtus.pro. С двумя маг-десятыми будут разыгрывать этот раунд ВП. Давайте пообратим внимание на РСП. Номер 8, по-моему, у нас первый. Это Санджи. Нет, номер 9, Адран. Ну, кикер тоже вырвался там вперед. Ну, вроде бы не собирается там суперагрессивно сейчас разыгрывать банан игроки атаки. Только кикер туда пойдет с моликом. Ну и 3Б вновь начало раунда. Все не меняется, все тоже у команды OG. Слышали АВП, прогнали. А вот ИСа принимает Адран на коврах. Вот где-то хотя бы смогли OG сыграть агрессивно. Там двойная агрессия была, в принципе, подстраховались для этой агрессии на коврах парни из OG. А вот что касается базы B, там та же самая история. Там вновь два человека. Манту приходит очень поздно. ВП уже раскинули весь арсенал. Еще два дыма остаются в запасе. На выходе ловят кикерта. Ну и главная ударная сила вот первым звеном упала. Но еще есть бустер в живых вот из тех, кто может сейчас какие-то имбафраги сделать. И в целом бомбу эту ребята из Virtus.pro хотят разыграть весьма закрыто. Что увеличивает чуть-чуть их шансы. Но нужен минус. Вот прямо сейчас нужно делать какой-то минус. Тут еще и решили использовать фишку в тупичке. Ну посмотрим. Сверху будет играть Джейм. Уже залетела. Хаеш Касанджи забрал этот минус. Да, боится за хилпул. Закрывается смоком. Банан. Минус от бустера. Бустер. Ну так своевременно. Ну и Алекси Би последний. Да, здесь танцы с бубном. Друзья, пока Алекси сэвит. Напомню вам, что ESL и Valve анонсировали турнир. Называется он Road to Rio, если вы об этом не знаете. Миноров больше не будет. Команды попадают на мейджор через региональный рейтинг. Очки для регионального рейтинга можно заработать на турнирах в своем регионе. Таких шесть. Европа, СНГ, Северная Америка, Южная Америка, Азия, Океания. И дальше по турнирам уже можете, например, к Петрику в твиттер залететь. Привет, Саша. Он там расписал, в принципе, все подробно. У нас пока что матч продолжается. И вся информация, друзья, есть уже в интернете и на HealthWork. И, наверное, уже и наши отечественные медиа должны были написать про этот чемпионат. Все-таки все мы знаем, что мейджор перенесли на даты второго мейджора. Соответственно, он будет в конце года, и мы будем надеяться, что он пройдет на ланя. Это все, на что стоит рассчитывать, наверное. И что нам действительно так не хватает. Что же, да, пока спокойный раунд для Virtus.pro. Третью карту подряд команды очень равно бьются в первой и во второй половинах. Но вот на оверпассе как раз во второй Virtus.pro все-таки смогли уверенно закончить. На первой были допы, ну и команды нас радуют таким напряженным контрстрайком и, опять же, вот равной игрой до конца. Вот не будет ли очередного фейла сейчас на B? Уже пистолетом проигрывали. Обидный раунд. Причем отдавали уже два. Этот счет мог быть шикарный для Virtus.pro, если бы играли вот парни на 100%. Прибежал, закинул дым в молик. Все как надо. Рота у меня в левом ухе звук. А! Не долетел за троечку немножко. Двойку в итоге сожгли. Но ничего, разыграют. Короче, без приключений в этом раунде как-то умудрились обойтись игроки команды Virtus.pro. И, знаете, со счета 5-5 они могут начать либо очень уверенную серию и закончат свою пользу эту половину, либо все-таки ОГ начнут огрызаться за диффенс. И также вдвойне интересно, что там по методам атаки у ОДЖИ намечено. Все-таки есть вопросы к их атаке. Они были на оверпассе, причем их было много. То есть, ну, не много, а один из него уже все остальные вышли. И смогут ли они тут сыграть лучше, чем на оверпассе? Потому что пока Virtus.pro показывает действительно не менее уверенную атаку, чем она была на предыдущей карте. Напомню, там в первой половине ВП также очень долго дрались за раунды, но в конечном итоге переломили ход встречи. И вообще закончили очень уверенно. И во второй половине там был просто вопрос того, сколько раундов возьмут игроки из команды ОДЖИ. А вот ВП прямо показывали такую игру, что наши 16, вам сколько хватит. Здесь все немножечко по-другому. Ну и очередной раунд с Банана стартует. Хорошая попытка поджима планировалась игроками обороны, но флешка и продуманные действия игроков атаки предвидели эти действия. Также сыграли контр-агрессию. И по идее, ну вот Кикерт и его тиммейт разобрали под флешки весь этот поджим с Банана. Санжо забрал НБК на базе. И раунд вновь за секунду заканчивается. Еще сейчас и манты найдут. Все. Это лол. Это лол. Я не знаю. Всю половину они дрались за этот Банан. Ломали друг другу и экономику, и планы на раунд. И вот дошло до такого, что на 12-м ВП просто приходят и берут то, что должны. Все. Иса последний. Надо сохранять. Не получится тут уже. Хотя может и получится. Джейм его нашел. Там бомбу хоть на бэс ставят. Не понесли. На то как испанцы бы сейчас пришли к Исе. И АВП. Ну, надо искать. Да, все. Не дали сохранить. Да, Вик, забрать. Забирать номер 6. По идее бустер. Да, забрал АВП. Джейм на базу. Обратно. И вот он шанс попытаться все-таки придушить своих компонентов. И вырваться по счету. Может быть даже сыграть на счет 10-5. Посмотрим, чем ответит команда ОУДЖИ. Ну, в этом раунде, конечно же, вряд ли чем-то получится. Хотя уже, опять же, такое вот и выигрывали. С одним деглом, ребята. И больше такое лучше не допускать. ВП. Два дегла. Три даже докупили сейчас парни. Есть смок у Олег Сиби. Ему пришлось потратиться. Ну, нет. Нормально, нормально. 2-300 остается. Все шикарно. Еще ХАЕшку докупил. Ну, и на Б сейчас вообще аккуратно играют опорники. Туда уже куча ХАЕшек залетела. Моликов от атаки. И Джейм уже забрал НБК в этот момент на мидле. Проверил уголочек. Ну, и принимается решение играть Банан. Сейчас должен забрать бомбу Санджи. У нас здесь 4 в 2 выход. И по оружию здесь номер 3, номер 4. Диггл Юспик. Есть еще опять же дым. Но дым уже будет поздно отброшен. Он уже взлетает за спину Бусеру. Хотя, подождите, Вальдемар. Хороший минус. Правда, в ответ залетел хэдшот. 19% здоровья остается у Вальде. Занесли калаш по итогу. Ну и второй мидл, упустив из виду, сейчас могут не проверить. Там номер 1 уже услышал, услышал. Он должен был слышать зверь. Сейчас шаги на центре. Максимальный шифт. Все, ИСа все. Ниссан же начинает смотреть. Ну, понимают, что тайминг таков. Все-таки Алексиби смещается. Думал, он на Б останется до конца. У него нет информации. Ну что, номер 1. Да, инфу ИСа не выходит. Очень поздно открывается. Но у него инициатива в итоге. И он мог еще и второго выключить. Но тут же... Либо не умереть хотя бы. Наводочка от Адре на игра против Мант. А вот этот пистолечек опасный. И у него еще позиция. Сразу с хэдшота. 2 в 3. Живет, живет, живет. И уже прикрывает немножечко Алексиби с Калашом. Все, Андре побежал на базу Б. Там дал инфу Кикерт. Уже занял. Все, люркер сработал. Но всегда приятно, когда в составе есть вот такой игрок, который в последний момент, когда вы в меньшинстве, поменяют условия раунда в пользу твоего коллектива. И это Кикерт. Это Кикерт. Выхожу на Б. Никого не вижу. Ну, две пушки можно сохранить. Даже, наверное, не стоит рыпаться на этот ретейк. Ну да, там у БП, Калашников нет арморов. И поэтому можно было бы уже не идти. Но идут на банан. Смотри, Олег Сибири решит. Там просто в следующем раунде закуп. Поэтому, может, они не хотят пользоваться таким. Не, все, вот она. Капля здравого смысла пришла в конце. Когда уже руки чесались выйти на банан. И хотя бы отстрелить. Нормально. Минус 3 забрали из Г плюс ИВП. Вообще по деньгам все получилось суперкруто. Да, восьмой раунд уже за командой Virtus.pro. Но если ты берешь следующий, тебе станет намного-намного проще. По крайней мере, какой-то лишний запас, возможно, будет по деньгам. В конце половины это всегда полезно. Но в итоге ВП уже выигрывают первую половину. Вот вопрос, с каким окончательным счетом. Восемь раундов уже оформила эта атака. Выйдут на 10. Это, конечно, будет круто. Но это прогнозировалось, что вот эта серия будет переломной в экономике. Момент парней из ВП взяли. Дальше просто уже для них дело техники. Они наиграли хорошие схемы. Хорошее понимание наиграли. Не в плане своих действий, а в плане того, как думает соперник. Что делает соперник. Что он может вообще предложить. В целом, справившись с первыми проблемами в начале половины, Virtus.pro уверенно выходит на восьмой. Ну и попробуют сейчас, да, 10-5 оформить. Это как одно из вариантов развить событий. Может быть, еще и 8-7 итогов увидим. Давайте смотреть. Три на банане не в первый раз у OG. И на этот раз через снайпера пытаются разыграть бревна. Там, конечно, в ответ раскид на кафель, чтобы снайпер не действовал нагло. Одновременно с действиями на банане также проходит немного активности на центре. NBK закрывает дымом выход на центр. Откидывает гранату на полтора. Адран остается после этого немного битый. В коврах играет номер 8. И уже встретил молотов. Соответственно, сопротивление на базу А с десантом через ковры было ожидаемо. Командует G. Но финальный аккорд этого раунда все же еще не сыгран. Здесь очень долго подстраиваются под выход на центр. ВП. И готовится раскидка. Три на B по-прежнему OG. Вот только сейчас началась перетяжка. Но ребра уже Virtus.pro выбили. Никого не встретили. И у них, наверное, созрел сейчас вопрос, что мы будем делать с бананом еще целая минута до конца. Ну, такая пассивная все-таки защита OG. Больше вот на перетяжках построена. На коллах Alexi B. Ну, в данном случае уже вчетвером принимают. Вроде бы все неплохо, если ВП не развернуться. Хотя вот побежал на B-Plant сейчас на всякий случай Alexi B. И это шанс. Хотя NBK отличный фраги. Минус два уже. Ну, тут раунд практически завершен. Джейм пытается отыграться. Бомба засветилась. Бомба выбита. 36 секунд на таймере. Ну, не было плана B в этом раунде у Virtus.pro. Вновь они попали в ситуацию, когда надо играть через силу. Но через силу уже не получится. Количество игроков обороны слишком большое на точке. Последний Джейм здесь. Ну, Джеймус. Уже не отпустят Джейма. Уже в спину обходят. Сейчас разрушится через дом. Этот свой авик засейвит. Ну, правда, сейчас он точно не засейвит. Смотри, какой проворный. Если бы еще на второй балкон запрыгнул и с вертухи отвесил, я бы... Ну, это были бы аплодисменты, реально. Так, у двух игроков по 12 тысяч. У Virtus.pro будет хороший бай у атаки. В защите тоже есть деньги. Подобраны SG-шки две штуки. Ну, сейчас 8, выход на 8.7 для OG. Все, в принципе, свелось к тому, что они могут позитивно закончить эту половину. У нас все сегодня половины 8.7 были? Ну, как-то так, да. У overpass точно 8.7? Я вот даст, не помню. И даст, по-моему, и даст 8.7 тоже, да. Ну, в общем, близки команды по уровню игры друг к другу. То есть они прямо одинаково, можно сказать, друг друга напрягали. Может, просто где-то вот тут же... Не, ну у OG реально overpass был чертовски слабый, а вот VP могли бы уже и 2-0 выиграть, как вот мы отмечали в начале этой игры. Ну, я еще перед матчем сказал, что тут, знаешь, тоже такая вот немножечко расслабленная ситуация для OG. У них 3 победы. Играют только с командой, у которых 3 поражения. И могут себя просто психологически не настроить. Санж, хороший entry kill. Забрал NBK на мидле. Уже не в первый раз мы это видим. Ну и вот вопрос, как против Олег Сиби будет отыграна ситуация. Молотов. С коктейля, конечно, да, все по наигранной траектории выполняется в плане действий с Анжаром. Притяжка на банан. Здесь один снайпер. И он на волоске от смерти. Или волосок смерти. От снайпера недалеко. Тут как сказать. Кто там будет волосок смерти, сейчас узнаем. Так, так, так. Удажди, Вальдемар бежит на помощь. Смотри, кикер, ты бустер в живых. 5 человек вообще суммарно в живых. Куча гранат. И все это мы сейчас с вами увидим без регистрации смс. Выход на базу B все-таки состоится. Так, 2 смока на B. Один смок под библиотеку с центра карты. То есть 4 в 2 идет этот выход. У атаки даже пятый сейчас придет снайпер. А вот хелпы у защиты не будет никакой. Они до сих пор в больших песках сидят. Парни, вы серьезно? Ооо, ну это за фтыком, да. Они там повисли или что? Я не знаю. Это какой-то АФК гейминг. Нет, вон зашевелились. Что? Это ж последний раунд. Что происходит? Я тоже не понимаю. Видимо до конца думали, что это какой-то будет сложный фейк. Вот уже пока бомбу не услышали, не побежали. Полек себе заколил вообще. Ну да, вот у них как-то все ушло в итоге в эту глухую оборону. И вот не будет походу 8-7 третьего подряд. Как тебе попытка сейва в конце первой половины? Не, ну это не попытка сейва. Ну понятно, что это не попытка сейва. Они реально могли там на 12 даже, а может быть и больше, раскрутиться за эту атаку. Не, ну ОГ нажимали в первых раундах не просто так. Они осознавали, что не надавив на оппонента, ты не возьмешь там свои 5-6. Это точно. Ну в итоге 5 смогли себе позволить. Вообще и вопрос, опять же, во второй половине, что будет делать сейчас защита команды Virtus.pro, и что будет делать атаку ОГ. Если у них OG в атаке, ну, как минимум, что-то есть похожее на Dust2, или они реально играют хотя бы на уровне Dust2 эту карту, то вторая половина может быть примерно такой же близкой. Да, да, еще вполне реален, конечно же, камбэк от OG. Да даже после вот очередной выигранной пистолетки уже можно очень быстро вернуться по счету. Напомню, что в первой половине они как раз и вытащили эти пистолеты на первой карте. 2-0 OG, на второй 2-0 VP по пистолетам. Да. Да, я вот вспоминаю статистику по пистолетам. Ну ладно, что-то уже подзбился. Но ничего страшного, самое главное, не в пистолетах, да, дело. Да, дело не в пистолетах. Но это очень важный раунд для OG. С учетом специфики карты, тут есть такая вероятность, что их могут просто очень жестко загнать во второй половине. Ну и оборону хорошую показали на Overpass и Virtus.pro. Здесь, в принципе, она может быть тоже такой же. Но все равно до счета 6-12 лучше не доводить и действительно вот собраться как-то в ближайшие первые раунды. Вновь вот происходит опять же та самая древняя дискуссия у зрителей на тему того, что с игрой, почему все сидят дома. Ну как бы не почему все сидят дома, а скорее люди залили на OG и такие, да это потому что дома, это потому что все по домам. Ну я, кстати, сомневаюсь, что они все по домам. Я думаю, там, наверное, подготовилась такая организация точно к этой лиге и, скорее всего, попыталась разместить своих игроков максимально удобно, еще и с хорошим интернетом. Так, и по статистике мы уже с вами смотрели, что на этой карте там всего один матч в истории, 57% финрейт у команды OG за 7 карт. Это немного на самом деле. Там просто, скорее всего, ну да, у них там было очень много матчей, которые не против команд из первой десятки, а так, я уверен, там было бы намного меньше в статистике. Ну и в твиттер вы ничего не написали, кроме того, что меня опять уволили, вот, и что еще. Дальше Furious, Wall of Patrol, в общем-то, друзья, битва американских команд продолжается также в ESL Pro League и, в принципе, пауза будет там небольшой. Вот наши аналитики продолжат эфир и, я думаю, там, ну, наверное, чуть-чуть позже, чем по расписанию, начнется следующее БУ-3 буквально там на 10-15 минут, потому что вот тут у нас и допы были, и как-то вот затянулось. На самом деле, наверное, и через 30 минут, потому что ESL ребята нескромные, им нужен перерыв, они берут где-то всегда минут 30 перерывов. Мы, короче, в ожидании старта второй половины, я надеюсь, что команда уже на сервере, я прям надеюсь, что они сейчас готовы начать. Мы ждем, когда на официальном стриме закончится рекламная пауза, к сожалению, у нас ее нет. Ну, обычно там в 7-15, в 7-20 начиналась вторая игра, там даже вот в половине могла стартануть. Как-то в 8 стартовало один раз. Ну, это вот, видите, зависит от первых матчей. Зачастую вот 3,5-4 часов не хватает на БУ-3. Ну, а у кого-то горит кухня. Не, ну, когда матчи по интернету, это сразу плюс деньги, плюс деньги, говорю. Плюс время и плюс дополнительные нервы абсолютно всем, и зрителям, и комментаторам, и самим игрокам. Потому что, ну, вот дома и на базах бывают разные компьютеры. На LAN-е-то за это отвечает, в общем-то, турнирный оператор. А тут уже вы сами. GGBet, друзья. 2.03 на OG, 1.75 на Virtus.pro. Пока довольно равные кэфы, где-то по счету 9-6. И вот если что-то поменяется, там выход на 9-9, я думаю, так, имиджи и равными будут кэфы. Пуш, мидла, от Virtus.pro. Есть один смог. Что-то это называется переборщил. Это такое переборщил? Я просто, ну, я даже, у меня нет слов сейчас, что я увидел. Это просто, это такое фиаско. Как-то фиаско. Как-то не получилось, да. Вот атака к этому была готова, сами не постреляли, самим когда было. Но всегда неудобно в пистолетном раунде идти на этот поджим. Так, а зачем они вообще жали, я так и не понял. Но, опять же, мне не надо понимать, я не специалист. Специалистам виднее, зачем они поджимали, но результат налицо. Тут же старая история, ей 15 лет. Два человека на лавке, никого с 20, даже никакого отвлекающего, никого байт-сетапа не было. То есть они вышли втроем, встали на лавку, один убежал, никто не побайтил, и два человека стреляются с ямой. Не, ну это кошмар, конечно. Ну, не хотели какие-то сложные пистолетки, решили тут сыграть первым номером. Так они какие не хотели сложные? Ну, потому что это сложнейшая пистолетка в защите на Инферно. Тебя атака должна растягивать, вообще размазать по карте в любом раскладе, если только Юсп не сыграл. Вот, Юсп не сыграл. Ну и да, ты абсолютно прав, там как-то они просто спинами выходили на прицелы, боком как-то все получилось очень-очень плохо. Срывается бомба, пистолетка за OG. Ну и это вновь вторая, посмотрим, какой будет форс у Virtus.pro. А может быть сейчас все-таки сольют. Нам в твиттере джентльмен под именем Максим и логином Максима, там очень много цифр, напоминает, что в OG колят два кэпа. Ну, то есть там за атаку, по идее, колят Алексей Би и за КТ колят НБК. А, ну тогда все понятно. Тогда все встало на свои места. Спасибо за информацию. До конца все равно мы, правда, не узнаем. Они могут сказать все, что угодно в интервью, пока Тим Спика вот хотя бы одного нормального не услышат вообще за эти годы. Хоть кто-нибудь выложит Тим Спики без этих криков. Хорош, красавчик. Так все выкладывают только крики хорошие. Да, а за 40 секунд до пистолетного раунда. Молодое поколение потом учится по этим крикам играть, и у них в основном только хорош в Тим Спике. Давайте, не бойтесь. У нас выход на базу А сейчас намечается с ковров. Здесь вообще супер засада. Джейм 20, Санджи плюс Кикерт вместе. И парочка сработала. Еще одного бомба падает. ОДЖИ, здравствуйте. Привет, привет, друзья. С поличным просто поймали. И перехитрить сопернику удалось только в пистолетном раунде. Во втором тут же. И это все форс, друзья. Это все форс. Виртуз Про закупались и пытались угадать. И, кстати, в аналитике Дев сказал, что Виртуз Про будут частенько промышлять такими, скажем так, такими фишками. Не знаю. Может быть, у них там по статистике, они не знают, что в этом втором раунде ребята из ОДЖИ ходят там постоянно три ковры. Может, не знаю, аналитик сказал эту информацию. Но выглядело шикарно. Да, Дев. Так в первой половине то же самое было, когда раунд по коврам выстраивали ребята из Виртуз Про. Только если Виртуз Про вышли с ковров и получили соперника уже на позициях в пленте, ОДЖИ вообще никуда не вышли. Сразу первые две. Первый дуэт на коврах и Total Damage. Там Кикерт просто в тело разрядил, наверное. А третий всех успокоил, когда бомбу засветил уже окончательно. Тогда все. Защита четко сыграла. В общем, у нас повторение первой карты потихоньку намечается. По крайней мере, потому что мы видим в раунде. Все очень похоже на Даст. Ну, все правильно. Сколько можно пистолет отдавать? Где-то нужно было Форс выиграть. Десятый для Виртуз Про. И борьба, что продолжается. Два калаша там не просто так остались на руках. И сейчас докупится ОДЖИ. Судя по всему, на полное. Хотя, конечно, там... Много не докупишь. 2400, 1500, 1550. Фишки от Санжи тоже все заценили. Ну, и немного он смоком перебрал, да. Ненадежный дым, но в той ситуации было уже, по-моему, вообще по барабану. Сейчас посмотрим, как вот здесь... Ну, тут Санжи Кикерт просто добивал. Они отвлеклись на него. В итоге Санжар третьего забрал. Плюс два. Ну, короче, очень крутой раунд получил. В итоге здесь семь. Три раунда разницы. Я не знаю, как так вышло. Но ОДЖИ все свое преимущество, которое могли развить в этой половине, потеряли. Но пока еще не все. Есть шанс в этом раунде реализовать два оставшихся калашниковых. Есть вторые бронежилеты. Есть два комплекта раскидки. Даже три. Один вообще с коктейлем. И, возможно, они сыграют как Virtus.pro. То есть посидят по карте и притянутся на банан. Но что-то пока не пахнет вот такой игрой. Так, опасненькая ситуация на карте. Давайте посмотрим на эти смоки. Три дыма. Пять флешек. Есть молик. Ну, как бы, тут его в несколько позиций. Большие там и в нычку можно применить. Так, смок на лонг. Флешка под шорт. Ответных гранат никаких нет. Врыва какого-то нет. Окей. Молотов еще один на шорт. Занимается центр. Там скоро смок слева будет развиваться. Да, нужно тут крайне аккуратно. Ну, там Джейм просто ультанул, конечно, вместе. И кикерт Олег себе выключил. Мантуа с Вальдемаром остаются вместе. И они вновь опять в укреплении. Ну, Вальдемар пытается там на B люркануть. Если люрканет, это хорошо. Но проблема теперь в другом. Даже если он люрканет с бомбой, то вы что будете делать? Опять бомба слишком рано засветилась. Она вообще в арке. Вот выход в дым под флеш. Я просто видел такие фишки Vitality делал. Я видел такие фишки делали Fnatic. И там это выглядело так, когда... Вот они выходят и четко знают, что они убивают малые. И второй будет в арке. Здесь они просто вышли абсолютно не чувствуя. Там еще обычно летит смок под библиотеку, чтобы игрок с библиотеки там не имел обзора, если он там даже есть хелпующий. Ну, а здесь видел, как он выходит и понимает, что видит двух человек в блайнде, но ни одного, ни второго не забирает. Не, ну это обидно. Когда мув вроде бы красивый, вроде бы сработал, но похоже на какой-то закидон, если честно. Ну, отлетели от Юмпика по итогу. И Калашников остается. Это все, что остается у команды OG в этом раунде. И играть надо 2К сейчас однозначно. Что Вальдемару? Нет, я сейвить еще раз не буду. Мне и так 50. Что ОГ принять решение? Калаш есть. Есть один респ на ковры хороший. Можно попробовать занять сейчас полтора, но у OG, наверное, план немного другой. Начнут, возможно, с банана, хотя нет гранат, опять же. С Вальдемара вот смотрим. Ну, скорее просто холд. Скорее будет просто холд. ИСУ запустит на отвод прицела. 3Б у Virtus.pro в этом раунде. Ну и мы смотрим, да, за Вальдемаром, куда пойдет этот калаш. Потому что больше тут особо никто минусов и не сможет сделать. Да и Вальдемар тоже. Сразу, да. Сразу вышел с полтора, открылся на центр, получил. Привет от Джейма. Фотография на память. Подобрали калаш. В общем-то, все идет по тому варианту, который ожидали OG. То, что, конечно, может и Вальдемар упасть. В общем-то, это уже 4 в 5, начиная с начала. И банан под контролем обороны. Там смок. Ой-ой-ой, в упор уже подошел Адрен с фармилкой. Короче, только супер качественный ретейк банана здесь спасает OG. Нужно будет еще и бустера как-то вот выключить. Но это будет непросто. Проверяй. Не проверяй. Вроде бы проверил, да. Сам не поверил. И, в общем-то, занес калаш сейчас Адрену. Ну, все просто. Здесь Санджи принимает центр карты. 5 в 2 ситуация. Выход на 12-7 для Virtus.pro. Шикарный, конечно, вариант. И следующая оружейка будет супер важная. Но Алексиби пытается еще. Ну, найс, тварь. Пытается, но, увы, уже ничего не сделать. Вальдемар, ты без денег. Итак, потеть на Дасте 2 и две следующие карты не играть. Это OG. Потому что они Red Bull перепили и просто, ну, никак вот. Рука там, прямо реакция, все как надо. Но что-то... Так, Вальде, СЗ, Молотов, Смокфлэшка. Есть второй армор. Но, опять же, вот желательно где-то после размена подбирать девайс. Какой-то раунд нужно придумать. Хотя, в принципе, любой играть. Только вот не рассчитывать особо на фаерфауэр от Вальдемара. Занимается все-таки Банан. Смочком выгоняет своего соперника. Джейма хорошо там прострелили сейчас. 46% здоровья. Ну, минус надо было. Все равно никто ковры под простелу не занимал. Поэтому то, что там они прострелили... Они даже не знают. Они об этом узнают, как только ближе подойдут. Но там уже меньше минуты будет до конца раунда. Ну, и вот весь расчет, видимо, на трех человек, которые сейчас работают над... Ага, тут даже вот так решили дым сыграть. Ну, и в ответ тоже залетел Смок, и атака никуда не двигается. Короче, Virtus.pro все в той же ситуации, что и 30 секунд назад. У них вот вообще ничего не поменялось, только гранат поменьше стало. Ну, тикер пришел на бетом третий. Сейчас, конечно, не угадали пока, что вроде бы с этим мувом ребята из Virtus.pro. Но посмотрим, если бомба сейчас вернется на банан. Ее скинули сейчас вот как раз, чтобы она не светилась. Дали снайперу. Ему еще раз кидать нужно будет, а потом эту бомбу занести на плент. И выход. Есть игрок на коврах. Через лонг. Но это не сплитбейт, а выход на точку А. Так, это уже вторая трагедия для Джеймона. Тупый нет, не идет третий на помощь. Вдвоем они должны пятерых убивать. Ай-яй-яй! НБК сломал Санжара. Ну и тут, по идее, все. Закрыли Джеймона. Да, ну и три человека будут сохранять сейчас оружие Virtus.pro на базе B. Вот это то, что ожидала наша аналитика. Вот сейчас решили угадать. 3-2 без информации и в глухой обороне засели. Ну, если честно, это очень-очень странно выглядело. Была возможность у ребят на базе B проверить дугу. Была возможность и вообще понять, что делают ОГ. Если честно, я очень сильно удивлен. Вроде бы... Может, они ждали, что это будет B из-под тяжка и как-то так, но ОГ действовали прямолинейно, буквально не скрывая своих планов и целей на раунд. Как-то странновато. Ну, какой он... Да, человека бы в доме, если бы кто-то находился у защиты, а то и B в обороне глухой, и A в глухой обороне. Ну, тогда надо было СА вообще расползаться. Одному в ковры, другому в дом, как-то вообще отдавать эту точку. Далеко, когда она на кнопку успевает. Спамить? Да. Шикарно. Тренирует свитч. 8-12. Ты знаешь, один на один остался, вышел с отылок и свитч. Все как надо. Ну, 4 раунда рай. Немного, на самом деле. ОГ, кстати, вот примерно с такого счета начинали догонять на карте оверпасс, довели до 10, но там уже у Virtus.pro был переломный момент, один выигран. Они забрали 14-й, забрали 15-й, ну и там быстро закончили. Здесь у OG есть реальные шансы взять 9-й, выбить деньги, как бы оставшиеся. И после этого уже играть в такой зоне очень опасного счета, близкого, но приятного, если, конечно, ты возьмешь важные раунды. Так, тройка на банане, очень быстрый выход. На дугу планировал Олег Сиби, игроки обороны в итоге раскидали и отошли. Там еще что-то прилетело непонятное в плент. Что это было, я так и не понял. Трассировка говорит, что граната была, но что там было, не ясно. Ну и дугу в итоге атака занимает такие. Оборона базы B быстренько рассосалась. Один человек ушел на точку A, там сжется 15, под базой никого нету и выход на базу B. Это то, что скорее всего на финалке раунда мы с вами увидим от OG. Тут сейвется смоки, два по-прежнему на руках опорника, это бустер, это адрен. Ну и давайте посмотрим, что сейчас будут делать OG. Да, уже понятно, что в смог придется выходить ребятам. Вот какая-то хоть агрессия с оплента будет, сбор информации нет, зажались, и вот по памяти прошлого раунда все-таки на этот раз перетащили третьего игрока на точку A, а лучше бы он здесь оставался. Но вот не хватает инфы с дома. Ну сейчас оборона не готова, вообще не выглядят готовыми парни. Да, без третьего они уже чувствуют себя неуверенно. Вот смоки их спасают пока, возможно, какое-то время, а тут выход уже все в смог. Пошел! Воу, 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 Адрен! Двоих! В линию! Три человека в живых пытаются пройти. Бустер, ответный коктейль на кафель. И что-то как-то атака стоит на месте. А там играет КТ. Все, КТ не играет. Выключают КТ. Игрок на Б1 залезает совершенно спокойно. Адрен дав два минуса, забирает третьего, но на два в два. Два в одного. Боже, как разрулили OG. Что делал все это время бустер, я так и не понял. Мне не надо было ему молотов этот давать вообще. Он и позицию спалил. Так он вообще ничего не сделал. Он просто стоял и стрейфился на месте. И на него в итоге сверху вышел соперник. И он даже не проверял. Это какой-то, конечно, три в пять. Какой-то лол произошел. Может, они так и планировали. Там просто, видел, Адрен был закрыт дымом, но как бы по Адрену по первому инфа была. Да, по идее, бустер убивает верхнего. Вообще проблем нет, но он не убил его. И все. И оборона быстро развалилась. И минус деньги. Адрен забрал третьего, но оставшиеся игроки, которые пришли на помощь, вообще ничего не сделали. И это минус деньги. Это вот тот намек я в том раунде говорил, что мы скорее всего увидим под конец этой карты. В принципе, оно сейчас так и происходит. Да, тут еще в войне брутальнее то, что это три в пять произошло после таких классных стартовых минусов от Адрену, когда атака там еще 10 секунд на главке топталась тут под моликами и смоками. Хлпа все это время очень долго шла и никак не помогла. Опорником на точке Б. Ну давайте посмотрим. Возможно, все-таки еще одни какие-то бешеные пистолеты мы с вами увидим. И это еще не суперхорошие новости для OG. Но, судя по всему, сейчас эти ребята должны забирать свой десятый раунд и потихонечку возвращаться в игру на карте Инферно. И вновь у нас будет чуть ли не равная ситуация, судя по всему. Ну, конечно, ждем следующий оружейный. А пока смотрим за тем, что здесь произойдет. Ну, здесь, конечно, стак игроков в виде четырех. Бомба-то идет на одного, на кикерта, на точку А, и поэтому быстренько возвращается у нас Санджи. Или не возвращается. Ну все, 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 все. Здесь у нас просто один кикерт. Он должен, я не знаю, трех соперников потушить. Нет, все-таки Санджи пришел на помощь. Но кикерту тут нужно просто развалить, чтобы как-то команда доиграла этот раунд без позиций. Ну, почти два в два поменялись. Там красный убежал игрок. Так, и денег там сколько должно насыпать ВП, по идее? 1900, нет? Больше? Больше. Вроде 1900. А, больше, да. Они, по идее, тут уже к серии дело идет. Да. Сейчас посчитаем, если что. Извините, друзья упустили немножечко. Нам бы показали, как там бустер вообще встречал. Вообще, мне интересно, что происходило в тот момент в TeamSpeak. Вот такие близкие моменты, где вроде как ВП должны были принимать. Они были и на DICE 2. Их было вообще просто очень много. Они были и на Overpass. И вот тут такие же эпизоды продолжаются. С чем это связано, трудно себе представить. Но я думаю, что если бы целиком давали хотя бы одну карту TeamSpeak послушать, мы бы с вами уже все знали. Итак, 10-12. Сколько там? 2 900 было? И коэффициент на победу в этом матче на Virtus.pro 1.68. С учетом того, что они ведут. 2.13.0.G. Ну и это интрига, да. Это интрига для всех на третий решающий. Адрен спот к банану весьма располагающий, но он играет базу B. Закупка хорошая. Насыпало, да, насыпало нормально. Но в ноль, правда. Ну, не страшно. Потом 2 900, потом еще больше. То есть они тут могут себе позволить два раунда сейчас отдать, если этот оружейный не берется. Но потом уже, да, потом уже игра на тоненького идет, как бы и каждый до данного раунда еще и впечатления. Приятные либо неприятные все несет. Хороший банан был разыгран командой Virtus.pro. Это стоит отметить. Монту имел шанс сделать минус, но Молотов и Гранаты сделали свою работу. Монту не попал и оборона отошла с опасных позиций на базу B. Чуть глубже стягивают к себе третьего игрока и пока по карте это выглядит максимально правильным решением, но флешки от игроков атаки просто парализовали. Адрена порвали тут ритмный темп. Дальше бустер, та же позиция B в очередном раунде коллектив от G просто нам демонстрирует слабое место Virtus.pro и как бы уже не намекая проходит эту позицию абсолютно свободно. Сейчас подловили просто жестким уверенным выходом, не стали тут топтаться, опять там растягиваться, на центре шуметь, просто взяли, сделали мини-паузу и вышли. Просто влетели вот в эту точку B, причем шикарный момент, когда ребята не были готовы. Заметил кикер Тису, пошел за ним по пятам, забрался в BSG, ну и сохранение двух, опять же, двух девайсов, это все, что остается Virtus.pro в этом раунде. Ну и один эко им надо сделать, в принципе, с двумя девайсами, это будет очень даже вразумительно, может даже сильно получится отыграть, сильнее, чем этот раунд. Судя по этому раунду, там даже капитан не был готов, Адерн оказался посреди б-плинта под двумя флешками, его разорвали. Он слышал то, что открываются, был готов драться с ближним, но просто флэп-блайн получил сразу. Ну и подрался вот в итоге со всей командой OG. Обычно даже частенько в блайнде такой фраг проходит в пользу игрока обороны, но ОГ, во-первых, вместе были, во-вторых, флешки у этих ребят действительно были на высоте. Знали, что делали. 2К в исполнении Virtus.pro, АВП с Гэшка в сейве, ЦЗ, Гигл, Юспик для Адерна. Есть, конечно, пока набор гранат, ребята, и битва за банан. Хорош, начинается с минуса, второй будет. Сгорел? Нет, не сгорел, минус дал, но красный остался. Как же кикер сейчас, наверное, себя ненавидит. Ну да, он был очень не готов к тому, что второй остался за стенкой, но это не беда. Ему до любых секунд просто с пушкой пробежать, нажать на кнопку и убить второго с подобранными девайсами. А в итоге а в итоге драться придется на банане. Причем, посмотрите, здесь сей 4 на 3 драка. Вот такого я давно не видел, чтобы вот после размена ребята здесь все и заканчивали. Есть АВП, минус бустер, все, вся инфа для атаки оба здесь. А уйдут ли? Не факт, что уйдут. Минус 2. 2 на 2 ситуация. Молота подбирается. Нет, не подбирается пушка. Минус от Джейма. 2 в 1 для Virtus.pro, но правда будет бомба от NBK. и шикарная любая позиция для этого парня, какой он только выберет на точке А. Драйд дефолтик. Там парни еще с Молотовым бьются. BK сейчас все это дело по идее услышит. Ну что же, Джейм. Жесть. Берет или нет? Сейчас только что чуть не пошел в аптеку. Просто какие-то, я не знаю, какие-то супер нелогичные штуки происходят в раунде. Тут вообще переворот на переворот внутри раунда. Сколько там остается? 4, 389. Не, ну по экономике все равно мы вот видим сейчас с вами DAS 2. Это то же самое, что DAS 2 наконец-то. То есть раунд, да, взят, но он еще ничего не гарантирует. И деньги Virtus.pro, конечно же, нам обсервер как всегда не показал, но подозреваю, что там... Не, на оружейный хватит. Вопрос в том, сколько там останется. Так, 1550. Ну при лос-бонусе 2400. 1100, 300, 150 у Sanji, 7500 у Jame сейчас берет ТВП 1000, но меньше 1000 останется. 6300 у Booster, и Virtus.pro начинает обсуждать, что делать дальше. Короче, все равно, даже несмотря на победу в раунде, Virtus.pro, проигрывая сейчас, будут принимать очень скользкое решение. С одной стороны, они могут в случае поражения сыграть полное эко, с другой стороны, они могут позволить себе докупиться. Ну там будет, опять же, 300 плюс 2400, там хватит денег, но не у всех они будут, поэтому да. До такой ситуации довели, как и на карте в DAS 2 сейчас этот матч, ребята, из Virtus.pro, хотя получили перевес. На DAS 2 догоняли, здесь уже в плане перевеса все в порядке. Ну и вновь пытаются, вот как отмечала наша аналитика, несколько карт назад, и перед этой тоже, то что будут пытаться угадывать, и вот она попытка угадать, но ни к чему эта попытка хорошему не привела. Может быть, это просто попытка перестраховать аркаду от OG на точке B, вот все, аркады нет, вернулись на позиции, но правда, за счет этого приходится играть пассивно на Апленте, там до конца банан там дожимает, посмотрите, Вальдемары тут могли сейчас проверить, и возможно будут проверять, ну какая ошибочка, но это просто размен, тут еще все не так и плохо, 4 на 4, полетел сразу же на B номер 7, а тут выход на центр карты от атаки. 2-2 стоит оборона, и по-моему, атака решила не останавливаться, а просто играть до конца, важный минус от Санджи. Вот хорошо, что все через лонг по заходят, сейчас вот зажались сами вот в тиски игроки команды OG, вот смогут ли они из них выбраться, там на B, например, но до конца не понимают OG, что нужно делать, но в итоге решили точку A разыгрывать, сейчас нужно посмотреть поджим с банана, есть он там или нет, понимают, что поджима с банана нет уже хоть что-то хорошее, ну а как зайти на точку, тут один дым, одна флешка, молики большие, и что тут прописывает ИСа? Джейма 1, друзья, легкая перетяжка на Аплент, и сложнейшая ситуация 1-2 для Джейма, бомба стоит, и тут надо два раза думать, что делать дальше, вот возможно стоит и засейвить ВП, там 3-100 у Адрана, правда, остальной команды там 2-900 лос-бонус, поэтому лучше сейвить, по идее, да, засейвить было бы очень правильно, то есть ты тиммейтов неудобное положение не поставишь, ну и сам в принципе с девайсом останешься, что да, что уже обеспечит какую-никакую уверенность, ну да, неприятная, конечно, концовочка раунда для Virtus.pro, но это вот в конце так оно и выглядит, бог дал бог взял, да, оборону база, кстати, очень однотипную проиграли уже в похожий раунд мы видели, когда 15 становилось главным, наверное, главной проблемой команды Virtus.pro, но там 3-500, 5-500, 5-500, ну Санжи в ноль закупался до этого, бустер с формилкой, 5-500, Адрен, ну можно один раунд сыграть, слить еще денег немножко поднакопить, поэтому закупаются до 2000, да, 2к, друзья, ну что, лос-бонус вырастет, ну лучше дальше уже играть, там, видимо, неправильная, может там было 2-500, может или 2-200, как-то так, короче, меньше лос-бонус получился, чем я сказал, но это не важно, важно то, что раунд перевеса за Virtus.pro все еще есть, это дает им возможность слить сейчас, чтобы играть серию решающих раундов уже после, но там тоже деньги как бы могут принести негативные последствия. NBK пострелял на второй длине там по дому, но тут уже даже и Джейм прибежал сейчас на точку B, понимая, что вот-вот начнется сюда атака, в общем-то, Абику пытается на приеме чем-то помочь, может быть подсадить, либо вот просто выйти на прием, хорош, может Джейм дает важный минус, нету от Адерна, еще одного было бы намного круче, конечно же, для Virtus.pro 5-3 продолжит этот раунд, и то не факт, они его смогли выиграть, ну а теперь 4 на 4. Все в руках, Джейма. Видел Ису. Выключил Вальде, видел бомбу. Ну все, теперь можно лететь с точки B. Перестаивается Джейм, можно подсадить, надо пользоваться. Ну, будет ли попад... Ой, Джейма тоже! Что вы делаете? Ой-ой-ой, Санджи сделал минус 2 в 2 ситуация, красный Санжо Бустер. Влетает дым, но все, атака играет. Атака изолируется. Банту просто пикнул, а там двое. И никто даже не врывался. Какой финиш в раунде, казалось, который шел в руки к команде Virtus.pro. Что опять? Бог дал, Бог взял. Бог дал, Бог взял, друзья. Вот оно. Жестко. Ну вот, честно, Адрен, если бы дотопил бы и пять в три, то, возможно, все было бы по-другому. Но, увы, увы. 13-13 равная борьба до самого конца этого БУ-3. Ну, давайте смотреть на деньги. Там последнее, тут последнее. В общем-то, ну как, у атаки чуть, конечно, побольше. Там 3850, 2400, 1750. У трех игроков есть запас. У двух по тысяче, грубо говоря. И 3Б вновь в начале раунда разыгрывают ВП, им накидывают в смачок. И, в общем-то, опять же, ну вот погрессивнее сейчас в доме будут играть. Ну, наконец-то там Аплент не засядет в глухой обороне. Ну, там как? Там просто подсадились друг на друга и делают то же самое, что, а, даже не подсадились просто ждут. Ну, такие же вещи делали OG в первую половину, чтобы обезопасить себя на базе. Во-первых, полтора слышишь, во-вторых, ковры убиваешь точно. Ну и 3Б сейчас могут разыгрывать себе, позволить ВП за что-то более агрессивных позиций. Царская флешка. Бустер сделал первый минус. Второй от Санжи. Падает бомба. Пройти на кафель очень тяжело. Вальдемар действует. Пытается с Б1 в час напрячь. Не чекает Б2. Из-за дыма есть выпад. Бустер еще один минус. Забирает Санжи. Дальше Бустер. Не выпадает. Где еще тиммейт? Где Адрен? Вот он, вот он, вот он. Последний фраг по Вальдемару. И все проходит вроде бы более-менее ровно. И атака лишается знатного гандикапа по деньгам. Там 300, 350, 2650. Надо думать, надо паузу брать. Вот сейчас OG уже в этом принимать решение. Вот чуть-чуть не зажались полностью. И там, и там. Хоть где-то была более-менее агрессивная позиция. Где-то чуть-чуть рискнули. Ну и вот, пожалуйста, раунд выигран очень легко. На самом-то деле на точке Б. 14, 13. И действительно тут есть реальные шансы выйти на 15. Вопрос вот, что думает OG? Вот хватит ли им сил сейчас все-таки зафорсить на все оставшиеся деньги и выиграть этот раунд форсом? Ну там, в принципе, какой будет мощный форс. Там пару девайсов вообще можно купить со всеми арморами, гранатами. Ну, судя по всему, это 2К, да, друзья? Или нет? Нет, покупаем! Покупаем! И это просто все или ничего. СГ, Галил, 3 ЦЗшки и все практически гранаты есть у атаки. Но с двумя с двумя девайсами. То есть нужно разыграть все аккуратно. Не погибнуть. Дойти там до позиции раскидки. И, в общем-то, желательно начать свою раскидку и вообще раунд ситуации 5 в 5, никого не потеряв. Но получится это или нет? Давайте посмотрим. У команды OG там банан вновь устроил там раскидку серьезную. Никто туда даже и не высовывается. И в итоге оставляют одного бустера с авиком на точке B. И сейчас вот этот 4-1 лейтовый может очень неплохо сработать для команды Virtus.pro. Ну что ж, 3-2. Два ковры, 3 центра в исполнении OG. Или нет? Или даже 4 центра. Если 20 не сработает, все, тут уже ушел Джейм. Там 20 вышли. О, нет. Не-не-не-не-не-не. Спи спокойно. Но Джейм минус дел. Писки большие есть. Джеймус! Вот это атакует! Он как... Это магический снайпер просто. Он прямо вырывает 15-й раунд. Ну что за безумец, а? Как он это делает? Просто лежать вообще. Я не знаю. Я уже думал, все. Они до этого играли точно такой же раунд. Ну, не раундом ранее, а вообще в этой половине. Так же адмили. И там вся вот эта атака просто уснула, задремала и никто никого не убил. Нет, ну тут Адрен был четвертый, поэтому тут вот самый важный еще минус. Это то, что был четвертый и он смог дать минус. Как там? Там Джейм просто запотел в планете. Нет, Джейм, он вообще просто никого не пустил. Писки, когда упали, Адрен сыграл только в самом-самом конце. Он даже не спасал тиммейта, он просто отдавал Джейм и говорит, отбивайся там сам. Уровень. Ну, возможно, на этом и был построен раунд. Ну, 15-13. И посмотри, какая экономическая ситуация для OG. Короче, хорошую такую тропинку Virtus.pro себе к победе протоптали. Плюс F в чат за OG. Плюс V в чат за Virtus.pro. Тут как бы уже режиссерка ESL намекает, что СНГ команды для них не команды. Но ничего, ничего. Да ладно, намекают, что все, минус OG. Говорят, что у них шансов нет просто выиграть пистолетами. Хотя вот, не знаю, этот раненый зверь всегда вдвойне опаснее. К таким раундам нужно очень аккуратно относиться. Почему плюс F в чат не было за Virtus.pro на второй карте? Ну, это же финал. Или на первой карте. Потому что это все. Это вот решающая было три. Карта. Ох, когда отмах. Игорь, нищий везде каких-то врагов и подвох. Ну, и смотри, пошли на банан и тут же получили очень серьезного урона. Бустер мутится в дым. Начинается, да, с плохих новостей для OG. 4 в 5 придется продолжать этот раунд. Видимо, хотели, помнишь, как они заходили на базу B под флэш? Видимо, здесь хотели то же самое сделать, но только для того, чтобы занять банан. И в итоге потеряли. Бустер просочился в дым, сделал минус. Там, кстати, статистика бустера, по-моему, начинает. Бустится? Да, и он там неплохо забустил, я тебе скажу. Да, он как на дасте включился. Но здесь у него пока 18-19, по крайней мере, в этом раунде. А вот у Джейма... Он включился жестко, да. У Джейма сейчас... Не, у Джейма за две карты 52-35. У бустера 50-37. То есть это по факту получается два игрока, которые разбирались в важных эпизодах соляного части. Очень плохая защита на базе А. Ну, то есть, умирает кикерт, по идее. Раунд могут потерять, но там что-то 15 решили дергать. Уже Санжи Плэн те. Все, уже Санжи Плэн занял, да. Тайминг выхода удобного для себя пропускают ребята из OG, поэтому теперь остается играть только неудобно. Кикерт за тележкой в плэнт. Кто тут? Кто тут? Ну, все быстро, да. Без боли. NBK забирает кикерт. НBK 1 в 3, но еще попытаюсь. Ну, NBK. Ну, там вообще максимально не лезут ребята из Virtus.pro. Так. NBK. Ну, и тут Санжи не выдержал, залез на дефолт. Браво, Virtus.pro! Браво! 16-13, друзья, с победкой наш регион. СНГ, наверное, ждал от Virtus.pro хотя бы карты. Карты мы дождались, а тут и победки дождались. Против лидера группы вообще, да, приятно, но то, что ты уже никуда не сможешь пройти, это неприятно. Ну, и мне очень интересно теперь, как сейчас ситуация в группе будет развиваться, потому что неприятностей, я уверен, Virtus.pro доставили. Ну, тут команде OG, конечно, серьезных. Ну, посмотрим, друзья. Опять же, УВП остается, матч с Тайлу. В общем-то, там, скорее всего, если не будет сюрпризов, все понятно. Так вот, а с чего мы начинали, с чего же мы начинали, начинали, сейчас я вспомню, подожди, с чего же мы начинали этот матч. А, очко престижа! Оно оформлено! Тут даже три уже получилось. Ну, как, в смысле, вообще победа есть? Да. Карты, взятые карты, размочили свой счет, победой в этом матче взяли то самое очко престижа, что все-таки, ну, не... Ну, самое главное, это Тайлу не проиграть, и удовлетворительно. Ну, с учетом того, что мы видим, у Virtus.pro были проблемы в начале года, они, скорее всего, пытались с ними справляться, плюс вот эта вся общая ситуация. Вообще неизвестно, как она отразилась на команде, потому что в какой-то момент, там, примерно месяц назад, лазаешь так по инстаграмам, и вообще не понимаешь, что находится. Перед тем, как передать слово аналитикам, друзья, смотрите 11 сезон ESL Pro League вместе с GGBet, зарегистрируйтесь на сайте gg.bet, активируйте код EPL, и получите плюс 200%. На первый депозит. Да, на первый депозит. То есть 200%. Не каждый раз, поэтому слово нашего аналитика, мы ждем следующий BO3, это Swall Patrol против FURI, совсем скоро у нас в эфире.